В прошлой программе 100 градусов Цельсия мы стали свидетелями начала небольшого, но очень громкого во всех смыслах инцидента. Это программа 100 градусов Цельсия. Сегодня Харьков находится в Киеве. Мы находимся возле национальной оперы Украины. Если вы эстет, если вы любите искусство, если вы творческий человек, вы просто обязаны сюда сходить. Но у нас еще имеется одна опера, где собрались наши герои. Ресторан «Опера» – один из проектов «Люкскарт», расположен в самом центре Киева. Заведение класса «Лакшери» является одним из наиболее востребованных столиц. Сейчас нужно срочно съездить на ферму, уточнить, как там у нас успевают ли наши подрядчики с поставками нашего мяса, выросли ли наши бычки. Согласенность? Конечно. Один за всех? И все. Хакобыт. Портос и Арамис. Люкскарта. Вернемся на некоторое время в Харьков, обратно в Элеон. Управляющая заведением Ирина пытается разобраться в конфликте. Вик, скажи мне, пожалуйста, что с тобой происходит в последнее время? Я за тобой наблюдаю, и ты какая-то сама не своя. Все нормально. Вик, ну что значит «все нормально»? Все нормально. Смотри, ты ругаешься с официантами, ты постоянно с ними конфликтуешь. Я не ругаюсь с официантами, просто тут некоторые не умеют работать. Да слушай меня до конца. Да слушай, а потом будешь возмущаться. Ты разбила уже три разноса посуды. Вы же за нее платите. Неужели тебе не жалко своих денег? Это не я разбила. Мы сейчас к этому вопросу вернемся. Потом посмотри, как ты разговариваешь с другими людьми. Давай спокойно сядем и поговорим. Давайте я просто буду работать, а мы не будем разговаривать. Так вот, чтобы ты качественно и хорошо работала, как минимум нужно разобраться, что с тобой происходит. Я проблемы в семье. Надо в чем разбираться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Надюш, я знаю, что у вас здесь что-то произошло, конфликт какой-то был. Вообще, какие у вас отношения? То есть вот так вот выбило и сразу с конфликтом. Нормальный вообще вот человек работает в коллективе? Многие жалуются. Вика себя как-то сильно по-хамски ведет, как-то у нее нет такой помощи вот в коллективе. В принципе, она работает неплохо, но какие-то вот личностные отношения не складываются. Надюш, ну я все поняла, услышала. Подумаю, как поступить правильнее. Решение какое-то мы примем. Я попробую с ней поговорить. Очень прошу тебя в таких ситуациях не реагировать агрессивно на конфликты. Помни о том, что если ты повышаешь голос или вступаешь в такую дилемму, то ты автоматически битву проигрываешь. Виталий Викторович, красавчик, рада тебя видеть. Ты такой крымский, солнечный, транзит. Да, король оранжевое лето. Голубоглаз и мальчиган. Как дела с персоналом? ЧП было одно. Мы взяли девочку. Она достаточно быстро, хватка, вошла в курс дела. У нее начали возникать проблемы в трудовом коллективе. У нас чуть ли драка прямо в зале не произошла. Пришли официанты и сказали, либо мы, либо она. Она действительно невыносима. Ее мы уволили. Надя работает, все в порядке, исправляется. Как дела в Ля-Море, расскажи мне. Сеть летних кафе на ЮБК «Ля-Море» также является одним из проектов управленческой компании «Люкскарт». Мы успели к сезону подготовиться, мы успели открыть пляж, мы успели открыть дискотеку. Шикарный навес для отдыхающих. Возле каждого шезлона у нас есть столик, чистый пляж, официанты обслуживают этот пляж. Отлично. Я бы с удовольствием бы, с удовольствием бы сама к вам. У вас командировка запланированная, поэтому вы приедете. Обязательно. Купальник я уже приобрела. Обратите внимание, друзья, у нас сзади находится порода коров под названием черный ангус. Абердин ангус первоначально происходит из пастбищ в Шотландии. Там эта порода была выведена более ста лет назад. Генетически принимаются черный, красный или коричневый цвет животных без рогов. Абердин ангус широко известен своим нежнейшим мясом, которое считается одним из самых лучших для приготовления стейков. Вот здесь находятся наши бочки. Это мясная порода ангус, абердина. У них низкая посадка, они более мощнее, у них бедро больше. 320-350 килограмм, это уже как раз годится бочок, чтобы был правильный стейк. О, ты мой красавчик, улыбается. Сегодня мы посмотрели на бычков, сегодня мы помиловались невероятной погодой и атмосферой, которую подарила нам эта ферма. И мы искренне, всей душой ждем этих бычков к нам в Харьков в гости. Это была программа 100 градусов Цельсия. Что касается этого бокала, мне не очень нравится, что очень избитая форма. Смотрите в следующей программе. А-а-а! 120 килограмм! 95! А я пока ознакомлюсь с продуктами, поэтому не надо мне мешать. Хорошо? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!